Я Ларис Паркс. Входите в мир, где сверхъестественное естественно. Сегодня я возьму интервью у Сида Ротта. Мы узнаем, как появилось всемирно известное телешоу Сида и две телесети. Сид говорит так. Если следовать тому, чему я научился за полвека следования за Господом, то это изменит вашу судьбу сверхъестественно. Смотрите. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Ротт провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Я не могу поверить, что мы с вами поменялись ролями. Для меня это радость, как еврей, исповедующий иудаизм, пришел к познанию Мессии Иисуса. Поведайте нам. Ларри, вы понимаете, я рос в традиционном иудаизме. В итоге мне они говорили о том, что евреи не верят в Господа Иисуса Христа. Никто не сказал мне это. Я замечал противопоставление евреев и всех остальных. Есть мы и есть они. Если ты стал как они, то ты не с нами. И, конечно, я хотел быть своим. Когда я был маленьким мальчиком, мои родители проигрывали в азартные игры. Родителям нравилось играть в покер. Я остался один дома. Я говорил, как я хочу, чтобы вы вернулись домой. Я думал, что благодаря этому они придут быстрее. Ко мне пришла необычная мысль. Это был вопрос, испугавший меня. Что произойдет с тобой после смерти? Я отогнал ее и не думал о ней. Моя жизнь проходила быстро. Однажды я поступил в колледж. Вы не поверите, но я писал песни. Однажды я написал песню под названием «Есть что-то еще». Творческий человек занимается своим ремеслом, рисует картину или сочиняет музыку. Такой человек вкладывает частичку себя в свою работу. Это был крик моего сердца. «Есть что-то еще». И у меня были все блага этого мира, кроме одного. Я не верил в Иисуса. Фактически, то, что я сейчас рассказал вам, это и есть история моей жизни. Закончил колледж я в 29 лет. У меня была прекрасная, превосходная работа и большие перспективы для карьеры. В самой большой брокерской фирме, фондовой бирже, мое будущее и достаток были обеспечены. У меня было желание стать мультимиллионером. До того, как мне было 30. Мне исполнилось 29 лет, и я понимал, что я не добьюсь цели за год. Я вступил в брак, и у меня родился ребенок. Была хорошая работа, да. Потом я оставил супругу, я оставил дочь, я оставил работу и начал искать смысл жизни. Я вступил в движение «Нью Эйдж», «Новый век». Это был курс медитации. Они сказали, что я смогу знать то, чего я не знал никогда ранее. Я удивился и подумал, если я смогу знать будущее, то я смогу заработать миллионы на фондовой бирже. Я прошел курс медитации и получил больше, чем я рассчитывал. Я добился успеха. Дам вам один пример. Однажды ко мне в офис пришел один человек и сообщил, что он с компаньоном наблюдал за мной. Если вы хотите начать свое дело, то мы предоставим вам бесплатный кабинет, бесплатный телефон и секретаря. Ну надо же, эта духовная сила начала расти. Я не знал это. У него была сила. Это был христианин. Дело в том, что Бог сказал ему то, что он сказал мне потом. Ты увидишь мужчину, жизнь которого полный крах. Предложи ему работу. Я взялся за это дело. Однажды я расстроил его партнера очень сильно. Он сказал, Сид, я хочу сказать тебе одну вещь. Я знаю, что ты принимаешь участие в просто омерзительных вещах. Дело в том, что ты принимаешь участие в курсах медитации. Он открыл мне 18 главу Второзакония. Эта глава осуждала все практики движения Новый век. Тогда я не верил, что Библия — это слово Бога. Но я заверил их, сказав, «Ребят, вы меня убедили. Я перестану посещать курсы медитации на какое-то время. И я почитаю Библию немного. Я напугался, когда понял, как я живу. Я не знал, какой именно голос говорил внутри меня. Парень, который предоставил мне офис, сказал мне очень просто. «Этот демон, он живет в тебе». Возможно, вы видели фильм или читали книгу «Изгоняющий дьявола». «Я был одержимым». Итак, что же делать еврею, обладаемым демоном? Ты идешь к раввину, а он отправляет тебя к психиатру. Родители отправляют тебя к нему. Это так. Да и большинство христиан не знают, как тебе помочь. Я бы помог. Понимаете, я спустился на самое дно жизни. Это был тупик. Я разрушил всю свою жизнь, и теперь злой дух живет во мне. Я не хотел умирать. Но дело в том, что я не хотел, чтобы это ужасное существо оставалось во мне. Мой друг христианин сказал мне, «Сид, если ты помолишься Богу Авраама, Исаака и Иакова во имя Иисуса Христа, то тогда Он освободит тебя». Я вспомнил свое детство, когда таинственный голос сказал, «А что произойдет с тобою после смерти?» Я не хотел смерти. Но жизнь была очень трудной. Я не мог. Просто не мог так жить. Я помолился Богу очень коротко и сказал, «Иисус, помоги мне». Я лег спать и проснулся утром. Тем утром я ощутил силу Господа Бога в своей жизни. Мы чувствуем ее в студии. Возможно, наши телезрители ощущают ее через экран телевизора или своего айфона уже сейчас. Сила сошла на меня. Я пережил много духовных ощущений в движении «Новый век». Однако я никогда не переживал чистой любви, не оскверненной людьми. Чистой любви Бога. Моя комната заполнилась чистой любовью Господа Бога. После моей молитвы к Иисусу о помощи, я услышал голос Господа. Этот голос сказал мне. Я цитировал Малахию, хотя я даже не знал, о чем писал Малахия. Этот пророк сказал, «Я ненавижу развод. Вернись к жене и дочери». Я вернулся к ним вскоре. И с тех пор я стал учеником Господа Иисуса Христа. Дорогой друг, вы перепробовали все. До того, как этот выпуск кончится, вы лично познаете Господа Иисуса Христа. Мне нравится ваша встреча с Богом, когда вы отдали Ему сердце. Когда вы сказали, «Иисус, помоги», я удивился одной вещью. Бог изменил вашу жизнь. Не прошло и года после вашего покаяния, как вы появились на передовице главной новостной газеты Вашингтона. Так что же произошло после покаяния? Вы знаете, репортер этой именитой газеты в городе Вашингтон, который написал статью обо мне, был евреем. Я хотел, чтобы он пришел к познанию Мессии. Я знал его, хотя смотрел телевизор часто. Я сказал ему, «А теперь выключится диктофон». Он кивнул. Но газета напечатала даже закулисные сведения. Мой отец и дядя прочли статью, «Ой, вы, и что там было?» После этого случая у меня наступила сложная ситуация. Но кое-кто прочитал статью. Служительница полного Евангелия Кэтрин Кульман вела христианскую передачу на Светском канале по всему миру одной из первых. Ее работник прочел статью. Она позвонила мне и пригласила стать гостем передачи. Я встретился с ней. После того, как я познакомился с Кэтрин, она предложила мне переехать в Питтсбург. Я жил в Калифорнии, а она в Питтсбурге. «Переезжайте в Питтсбург. Я хочу стать вашим наставником». Я думал, что я совершил самую большую ошибку. Но я не понимал, какое время наступило для меня. Но это было побуждение от Господа. Почему? Если бы я не получил помазание, как у Кульман, то я никогда не смог бы наставить отменных и просто превосходных Божьих служителей, действующих во всех видах сверхъестественных даров Господа Бога. Это была моя судьба. И Бог знал это. Я расскажу вам еще один довольно забавный, даже смешной случай. В то время я начал одну мессианскую общину. Я был проповедником. Во время своих проповедей я молился за болеющих людей. Скорее всего, я успел помолиться за тысячу человек за это короткое время. Но, к сожалению, к большому сожалению, один человек умер прямо там. О, нет. Вы представляете? Старейшины сделали собрание, чтобы решить, остановить меня или нет. Но, к моему удивлению, Иисус Христос дал мне уверенность. Я не хотел сдаваться. Я не опущу руки. Я думаю о том, что это помогло вам вести служение сейчас. Люди знают вас как телеведущего и вспоминают вашу работу на радио. Есть секреты успеха. Я имею в виду три причины, через которые Господь толкал вас вперед. Вы сказали Богу, что не хотите идти на радио и на телевидение. Нет, я этого не хотел. Ларри, я никогда не хотел сидеть возле микрофона. Я служил волонтером в мессианском еврейском служении. Человек делал радиопередачу, а я отказался вести ее. В итоге тот брат просто уломал меня стать диктором. Каждый выпуск на радио был просто удивительным. Люди исцелялись от болезни, и к ним приходили ответы. Я стал ведущим. Я обнаружил, что я доказывал своему отцу то, что у меня есть талант радиоведущего. Потом я стал телеведущим, хотя я не стремился к такому служению. Одна христианка из Канады позвонила мне и сказала, «Сид, я только что перевела 25 тысяч долларов на банковский счет, который находился по определенному адресу в одном из городов Канады. Вы можете начать свою телепередачу». А потом она просто повесила трубку и сказала, «Пока». Так, я попал в телевизор. Итак, Господь Иисус Христос толкал меня во все свои проекты. Один из ваших принципов – «Никогда не сдавайся». Да, ваш принцип – это молитва на языках. Поведайте об этом. Христиане недооценивают молитву на иных языках. В настоящее время у нас есть две телевизионные сети, наша телепередача в других сетях, наше оборудование для съемок и производства передач, которые транслируются по всему миру в эти дни. Все это есть у нас, потому что я встретился с другими верующими, и мы молились за это на языках. Я приведу вам один пример. Вы молитесь совершенными молитвами Духом Бога. Почему есть молитва со стопроцентной верой? Вашему разуму кажется невозможным то, что Бог желает сделать для вас. Вы укрепляете свой дух. Иные языки – это один из самых важных даров Святого Духа. Есть еще одна вещь, которая помогала мне все эти годы. Знаете, Ларри, я старался каяться в грехах вскоре после их совершения. Я каялся практически постоянно. Так или нет? Ну, не всегда. Я каялся, когда Дух упрекал меня. Это очень легко. Я понял, что когда каешься в малых грехах, то они не станут большими грехами. Я каялся быстро, я молился на языках и практиковал многие другие духовные вещи. Сид, вы часто рассказываете о Аврааме и Моисее. Они шли на новые территории. Они были первыми. Многие смотрят на вас и понимают, что вы первопроходец. Вы достигли всего не своей изобретательностью и способностями. Я прав? Я смиряюсь. Я признаю, что это не я сделал все это. Я не присваиваю заслуги себе. Я знаю, что это Бог. Бог ищет открытые сердца. Они говорят, «Бог, я пойду туда, куда бы ты ни шел». Господь придет к вам в свои силе. Когда Сид помолится о передаче Божьей славы, ожидайте перемен, как Авраам, Моисей и Сид. Бог беспристрастен. У нас будет долгий разговор с Сидом Ротом. Мы готовим четыре серии с ним сразу после этого выпуска. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие телезрители сообщают о чудесах, знамениях и исцелениях. Я смотрела ваш выпуск, в котором гость молился за исцеление. Я страдала от боли в спине. Я могла стоять и ходить без боли только 20 минут. Я помолилась, и на следующий день я исцелилась. У меня была пяточная шпора несколько месяцев. Я не думала о ней, но я исцелилась от нее. Это чудо. Гость говорил, что Сид прервал его и сказал, что у кого-то исцелилась шея. На другом выпуске Сид прервал его опять и сказал, поверните голову, встаньте и подвигайтесь. Это была я. Я страдала от травмы шеи 45 лет, но я исцелилась. Слава Богу. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свою историю по адресу, указанному на экране. Сид, тысячи неверующих евреев по всему миру посетили ваши лекции о сверхъестественном. Я видел ваши лекции в Израиле. Слава Богу, сошла тогда на них. Они исцелились. Они поверили во Христа. Расскажите об этих чудесах. Я должен сказать, что я удивляюсь этому тоже. Евреи не знают о Мессии ничего. Они приходят на мои лекции. Затем я ожидаю действий и чудес от моего Господа. Потом слава Господа сходит на слушателей. После этого от 40 до 70% зрителей поднимают руки и говорят об исцелении. Это неверующие евреи. Сила Господа Бога касается этих людей. У них появляется желание познать Бога. Потом я читаю лекцию о сверхъестественном. Моя лекция посвящена теме, почему плотник Иисус из Назарета являются Мессией. Моя сестра и зять пришли на одну из моих лекций. Сестра сказала то, что обычно говорят лишь сёстры. Она сказала, ты выступил, ну так себе. Но почему почти все израилетяне встали с места и приняли Мессию? Я сказал, ты права. В этом нет моей заслуги. Я всего лишь передатчик Божьей истины. Я лишь записываю истину под диктовку Бога. Он говорит, а я пишу. В передаче мы с вами говорили о том, что сделал наш Господь в прошлом. Мы говорили о радио и телевидении для Бога. Расскажите о том, как у вас идут дела. М и ТВ указывает на то, куда Бог поместил вас. Как вам удалось получить эту крупную телевизионную сеть с потенциальной зрительской аудиторией? Внимание, я зачитаю вам. В полмиллиарда человек. Ведь это чудо. Я повторюсь, в этом нет моей заслуги. Это хорошее название для книги. Слава Господу, что я научился не приписывать его славу себе. Если ты присваиваешь славу Бога себе, то у тебя нет никакого будущего. Однажды мой друг, пророк, позвонил мне. Это Кит Алис. Он сказал, «Сид, я видел сон». В нем ты выдергивал табличку о продаже. На табличке было слово из четырех букв. Я не знаю их значения. Это М-И-Т-В. Я сказал, «Я знаю, что это такое». Мы повесили трубки. После этого я немедленно позвонил владельцам телевизионной компании Middle East Television. Эти ребята вещают в Израиле, на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии. Это полмиллиарда человек. Я не знал, что у меня не хватит денег купить его. Я не знал, что они выставили ее на продажу. Они сказали, «У нас есть несколько людей, которые хотят купить его». Я думал, у меня не было шансов. Я предложил очень мало денег. Я предложил очень мало денег. Они заключили сделку. Все остальное вы знаете. Бог знал. Теперь мы вещаем в каждом доме, который подключен к нашей станции на любой платформе, которая есть в Израиле. Это кабельные сети и спутниковые телевидения. Мы вещаем везде, на Ближнем Востоке. Я верю в то, что никто не может остановить Божьи планы и волю нашего Господа. Если вы говорите «Хенене», как патриарх Авраам, то это означает «Вот он я». Господи, вот я. В сентябре вам исполнилось 80 лет. Я вспоминаю о Моисее. Когда Моисей встретил Бога у горящего куста, ему было 80. Мы говорили с пророками о новой эре. Не о новом дне и не о новом сезоне. Сид, лично я вижу вас с МИТВ и в будущем. Вы входите в новую эру. А что вы видите в будущем? Что Бог сделает в будущем? Поделитесь. Лично я верю в то, что наш всемогущий Господь Бог будет поднимать кого-то, то есть свою славу. Когда Господь Бог будет поднимать ее, то мы начнем видеть вещи, которые никто на планете еще не видел. Мы увидим то, о чем сказал Христос. Иисус сказал, «Вы будете делать дела и сделаете больше дела, чем я». Бог знал, что мне доверять нельзя. Когда я был новообращенным верующим и молился о том, о чем мы говорим в сегодняшнем выпуске. Если бы вы сказали, что я стану владельцем новой крупной телесети, вещающей в каждом доме в Израиле и на всем Ближнем Востоке, то я сказал бы только одну вещь, что я псих, верно? Сверхнулся. Да, дело в том, что мы с вами входим в такое время, в каком мы не были никогда. Я ободряю вас принять новые времена. Сид помолится о том, чтобы вы познали глобальную славу Бога и провозгласит ее. Сид высвободит ту великую славу, которая на нем в нашем дополнительном блоге. Для того, чтобы посмотреть этот спецвыпуск, залогиньтесь по ссылке на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Джоди Хьюис. Я болела 30 лет, пока не пришел ангел в мою больничную палату. Присоединяйтесь к передаче Сида Рота, это сверхъестественно, и вы узнаете о том, что было дальше. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью, еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению АСН. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.